Всем привет! Сегодня у нас на обзоре игровые беспроводные наушники Toza G1. Это недорогие наушники, примерно 36 долларов они стоят. Такая вот здесь коробочка, сзади есть характеристики. Внутри уже все побогаче выглядит. Вот в таком вот конвертике у нас две инструкции находятся. Одна вот такая вот красивая, цветная, а вторая такая вот попроще. Внутри вот здесь были наушники, они теперь находятся вот в этом кейсе. Кейс визуально выглядит красиво, но на самом деле на ощупь это ощущается как недорогой товар. Type-C разъем, а вот наушники мне понравились больше. Они визуально классно смотрятся, такая вот яркая зеленая подсветка. И на ощупь тоже вполне так неплохо они ощущаются. Дальше по комплекту вот в таком вот пенале находятся сменные амбишуры. Тоже эффектно смотрятся, особенно за эту цену вот такой. Симпатичный комплект видеть, хоть это конечно все недорого стоит. Но все равно это конечно намного приятнее, чем все просто в коробку навалено. И вот такой вот коротенький Type-C кабель. Давайте теперь повнимательнее посмотрим на наушники. Вот так они выглядят, есть надпись TOZO. Звуковод выглядит вот так, сенсорное управление здесь, вот эта клавиша. Наушники весят немного по 5 грамм, кейс весит 48 грамм. По звучанию за эти деньги мне они понравились. Звук качественный, нет никаких проблем с частотами, все чисто. Бас также присутствует, он здесь в норме, его столько сколько и должно быть. Яркие высокие частоты, здесь также со средними частотами, все хорошо. При двойном тапе здесь включается игровой режим и заявлено, что минимальная задержка в играх. Давайте на это сейчас посмотрим. По аккумулятору в каждом из наушников здесь по 45 миллиампер. У меня хватило примерно на 60% громкости более 5 часов работы. Кейс у нас на 500 миллиампер и более 4 раз с него вы можете зарядить эти наушники. Работают они на Bluetooth 5.0. Присутствует степень защиты от IPX5 во время дождя, можете в них ходить. Вот такие вот игровые наушники от компании TOZO. Что мне в них понравилось, это их дизайн. Вот эта вот яркая зеленая подсветка и в кейсе и в наушниках смотрится на самом деле эффектно. Они заявлены, что игровые. И дизайн здесь за эти особенно деньги не подвел. Также мне понравилось, как все выглядит внутри. Здесь вот этот пенал с амбишурами, вот этот конвертик с макулатурой. Все это смотрится эффектно. За небольшие деньги получать такой красивый комплект, всегда приятно. Мелочь, как говорится, а приятно. И по итогу у компании TOZO получились хорошие наушники. Все, что нужно, присутствует. Да, здесь нет каких-то крутых кодеков IPTX. Но за эти деньги ожидать их, наверное, и не стоило. Во всем остальном, все нормально. Кейс, хоть и ощущается недорого, но сам механизм здесь крепкий, кстати. Не норовит ничего сломаться. Могу ли я их советовать? Да, могу, если вы хотите такие игровые наушники с красивым дизайном. И вам, если они приглянулись, конечно же, покупайте. Аккумулятор нормальный, звучание тоже нормальное. Все с этими наушниками нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также пишите ваше мнение в комментариях. Дальше будет только интересней. Пока-пока.